Сегодня с 11 утра в помещении Дворца культуры УЗТМ на фестивальной 12 проходила гражданская панихида. Прощание с телами трагически погибших в понедельник, расстрелянных киллерами, генерального директора Уралмажзавода Олега Белоненко и его водителя Владислава Еворского. Прощаться с ними сегодня пришло более 5000 человек. Многометровая очередь опоясала почти всю площадь перед ДК. В церемонии прощания приняли участие губернатор области Эдуард Росель и председатель областного правительства Алексей Воробьев. Руководители Свердловской области почтили светлую память погибших в траурном почетном карауле. Говоря об Олеге Белоненко, Эдуард Росель сказал, что он был прекрасным руководителем, умелым организатором, современным менеджером с его приходом к руководству завода. Начался заметный рост предприятия. Уралмаж начал резко увеличивать объемы промышленного производства. У предприятия появилась ясная перспектива. По мнению губернатора, эта потеря невосполнима. Преступниками вырван из жизни человек, который имел громадные творческие планы, огромное количество задумок и идей. Он поставил перед собой конкретную цель сделать Уралмаж ведущим машиностроительным заводом в мире. Жуткое убийство Олега Белоненко в минувший понедельник в буквальном смысле слова шокировало не только Свердловскую область. Преступный мир, по выражению Эдуарда Роселя, бросил дерзкий вызов всему гражданскому обществу страны. По сути дела, ребром поставлен вопрос, кто кого. Или верх возьмет цивилизованная демократическая государственная власть, или нами будет править преступность. В Екатеринбург попрощаться с Олегом Белоненко прибыли также сегодня главы ряда крупнейших промышленных предприятий России, руководители Северстали, АОНТМК, Магнитки и других крупнейших предприятий страны, партнеров Уралмаша. Предприятия тем временем получают сотни траурных телеграмм с соболезнованиями из различных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. На церемонию прощания из Москвы и набережных Челнов прилетели вдова и дочери Олега Белоненко, Валерия Белоненко, Виктория и Вероника. В 12.45 доступ в зал был закрыт, там остались только родные. В 13.20 состоялся вымостел. Перед ДК ОЗТН при огромнейшем стечении народа был организован траурный митинг, говоривший первым глава машиностроительного холдинга Каха Бендукидзе, хоронивший близкого друга, долго не мог найти слово. Перед ДК ОЗТН. Перед ДК ОЗТН. В общем, все, кто ходил в этот мир, и все из него идем и уйти, мы должны свои следствия. Что я могу сказать Эти люди замечательные люди Которых я знал Я хочу сказать что Мы не забудем их Я хочу сказать что мы не забудем их Семьи Что мы всегда будем их заботиться Пока мы есть Простите Если что когда было не так Водителя Владислава Иворского похоронили сегодня После двух часов на северном кладбище Екатеринбурга Прямо от ДК ОЗТМ Гроб с телом Олега Белоненко Был отправлен в Кольцово Похороны генерального директора Уралмашзавода Состоятся завтра в Москве На Троекуровском кладбище Так решила семья Сегодня днем прокурор Свердловской области Владислав Туйков Заслушал отчет руководителей следственной оперативной группы По расследованию убийства генерального директора Уралмашзавода Олега Белоненко Как сообщили в областной прокуратуре Детально проанализировав собранную по делу информацию Группа наметила конкретные версии преступления Подлежащие первоочередной проверке Основной из них по-прежнему остается Профессиональная деятельность погибшего Связанная с Уралмашзаводом Версия с Камазовским следом Тоже будет проверяться Вице-президентом Камаза Белоненко, напомним Трудился два года назад до своего прихода В машиностроительный холдинг Уралмаш и Жоры Известно, что после вчерашнего допроса Главы холдинга Кахи Бендукидзе Был несколько расширен круг отрабатываемых версий Больше внимания теперь будет уделено Межрегиональным связям Уралмаша Сейчас по делу проводится большое количество экспертиз Судебно-медицинская, трассологическая, баллистическая, криминалистическая Изъятые с места происшествия гильзы Проверяются по учету МВД России По пулей гильзотеки Принимаются меры по установлению примет нападавших Прокурор области проинформировал О ходе расследования уголовного дела Заместителя генерального прокурора России По Уральскому федеральному округу Юрия Золотова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...